Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня мы поздравляем всех с праздником Великой Победы! И желаем вам мира! А ветеранам прежде всего здоровья и радости! Спасибо вам за победу! Именно это утро мы с Анютой решили встретить здесь, на Кицканском плацдарме. Это стратегическая высота, откуда был нанесен основной удар советских войск по врагу. Именно с этого места берет свое начало Яско-Кишиневская операция. На ограниченном участке земли была сосредоточена многочисленная советская армия. 200 километров окопов, 300 наблюдательных пунктов, полтора миллиона солдат и офицеров, более 200 самолетов. Это была одна из самых успешных наступательных операций советской армии. В ходе этой операции от немецко-румынских захватчиков была освобождена вся Бессарабия. Поэтому мы сегодня обязательно расскажем вам об истории этого места и села Кицканы. Попробуем блюда по рецепту полевой кухни. Поближе рассмотрим ордена и награды Великой Отечественной. И почитаем антивоенные книги «Ремарка». Ну а начать я предлагаю с поздравлений от самых маленьких. Хорошо. Девятое мая. Великий праздник. Большой праздник. Знаешь, какой это праздник? День Победы. Это день, когда победили наши против... Когда одержали победу над фашистами. Этот праздник, это когда все воевали несколько стран. Некоторые страны. Ну это когда Тирасполя освободили от захватчиков. Это праздник веселый. Ну, там где вот воины защищали нашу Родину. А кого мы должны поздравлять 9 мая? Ветеранов. А кто такие ветераны? Ветераны – это те, кто раньше воевал. Ветеран – это воин, который защищал нашу землю. Это одежки бабушки, которые участвовали на войне. Помогали. Вот. Моя бабушка Хатя ей тоже участвовала. Молочком кормила. Кого? Ну, военных. А что мы делаем обычно в День Победы? Дарим цветы тем, кто участвовал на Победе. Вспоминаем тех, кого сейчас нету. И участвуют на Победе. В центре Тирасполя что происходит? Перекрывают дороги и празднуют. Там все шарики поднимают. Барабаны стучат. Радость ветеранам, что они защищали нашу страну. Ну, возложение цветов можно сделать. Там поют военные День Победы. Вот. Там бывало даже танки проезжали по центру. Все дороги перекрывают и там показывают, какие машины. Показывают ветеранов. День Победы порохом пропах. Вот. Что ты хочешь пожелать ветеранам в эту годовщину, в этот год Великой Победы 70-летия? Желаю счастья, здоровья, чтобы вы оставались такими же сильными и одерживали Победу. Отплохим. У меня даже есть стихотворение. Умничка, давай, расскажи. Ветераны наши дорогие, ветераны Второй мировой. Ведь на фронт вы ушли молодыми и живыми вернулись домой. Очень жаль, что осталось вас мало. Ведь года ваши не удержать. И страна на защиту восстала. И позволим мы вас обижать. Мы вами гордимся. Мы вас почитаем. О подвигах ваших все мелочи знаем. К лицу вам года вашей мудрости стать. Спасибо за веру, мы хотим вам сказать, за то, что смогли нам его сохранить, ваш дух и отвагу врагам не сломить. Самое главное – здоровье, жизни и счастье. Бои за удержание Кицканского плацдарма длились более четырех месяцев. И советским войскам пришлось заплатить немалую цену. Более трех тысяч человек погибло здесь. Современники помнят об этих людях и передают память детям. Наш корреспондент встретился с мальчишками, которые вместе с родителями собрали уже немалую коллекцию предметов времен Великой Отечественной. И могут рассказать их историю. Великой Отечественной войне И даже здесь на обороте сохранилась иголочка, которую он использовал для шитья. Вот эта стальная каска стала одним из образов советского солдата-победителя. И очень часто встречается в картинах, в фильмах. Не сказать, что она очень редкая, но на самом деле это достаточно тяжело достать ее. Она по-прежнему стоит на вооружении в некоторых странах. Сейчас большую часть заменили на кивиларовые шлемы, они более легкие, но во многих странах по-прежнему такие каски используются. Многие из предметов дарили Андрею родители, родственники или друзья. А есть экспонаты, которыми начинающий коллекционер гордится, ведь попали они в его руки от миротворцев. Вот, к примеру, офицерская сумка-планшет. Такие до сих пор распространены в вооруженных силах многих государств. Так вот, это полевой планшет для артиллерийских частей. Он очень редкий и изготовлен, предположительно, уже в годы войны. Поскольку в довоенное время и в послевоенное, как правило, не изготавливали они из брезентовыми ремнями, а изготавливались уже из натуральной кожи. Но из-за недостатка материалов именно вот в период Второй мировой изготавливали ремни из брезента. Также молодой коллекционер может похвастаться комплектом военной мини-техники, который собирал около трех лет. Каждый экземпляр – настоящая копия тех самых пушек, танков, самолетов, которые участвовали в боевых действиях. В будущем Андрей мечтает стать журналистом. В его руки совершенно случайно попал редкий выпуск «Красноармейской правды» за 22 ноября 1941 года. Здесь представлены сведения с фронтов, различные сводки, приказы о награждении. И напечатаны новые похождения «Браво солдата Швейка» в качестве развлекательной рубрики. Но вообще вся газета именно рассказывает про боевые действия. И чувствуется то внутреннее напряжение, которое происходило во время Второй мировой войны у нас в стране. Близкий друг Андрея, Влад, также неравнодушен к военным экспонатам. Все свое детство он провел с отцом в военных частях, помогая собирать и разбирать технику. Самый ценный предмет в его пока небольшой коллекции – недавно рассекреченный противогаз с интересным названием «Хомяк». Прозвали его так из-за фильтров, которые расположены в щеках. В области ушей у него расположены тоненькие резиновые мембрабы. Они помогали лучше слышать. Что еще? В передней части противогаза мы видим дополнительную фильтрацию и пломбу для разговора. С помощью этой пломбы звук получался более чистый и точный. Кроме того, недавно коллекция Владислава пополнилась копией пистолета «Наган-С», который использовали офицеры в военное время. Это сигнальный пистолет, еще его называют стартовым. Сейчас их используют в военных фильмах для выдачи звука. Молодые ребята из Бендер еще в поисках материалов военных лет и надеются, что в скором времени их коллекции пополнятся новыми экспонатами. Одной из составляющих успеха наступления с Кицканского плацдарма в августе 44-го была и его неожиданность. Немцы думали, что советская армия пойдет на них с Шерпенского плацдарма. Он больше, удобнее и ближе к Кишиневу. Но советское командование всячески поддерживало в них это заблуждение. На Шерпенском плацдарме создавалась иллюзия передвижения войск, подвезения, снабжения. Но настоящее наступление готовилось здесь, на Кицканском плацдарме. Тысячи воинов получили высокие награды. Вообще, за годы Великой Отечественной войны было учреждено 25 новых медалей. В то время героизм проявлялся народом массово, и выпускаемые медали исчислялись миллионами. Сталин лично рассматривал проекты каждой награды. Наш корреспондент подержал в руках военную технику и оружие, рассмотрел медали и ордена. И всем, что я узнал, поделится с вами. Когда-то по клавишам этой гармошки ловко бегали пальцы партизана Бондаренко. Из этой фляжки сделал, может быть, свой последний глоток Леня Сопрыкин. А этот мундир гордо сидел на плечах полковника морской авиации Черниенко. Все эти предметы – это частички истории, которые бережно собирает и хранит Тираспольский объединенный музей. У нас есть и шинели рядовых, и мундиры маршалов, и образцы оружия, и остатки каких-то предметов бытовых. Потому что, помимо всего прочего, война – это еще и реальная, повседневная, трудная на грани жизни и смерти жизнь людей. Экспонаты различными опытами попадают в фонды музея. Что-то разыскивают сами музейные сотрудники, что-то передают граждане, организации, учреждения. То есть сами ветераны тоже бывало? Ну да, что-то придут сами ветераны, их семьи, родственники. За экспонатами, которые прошли через десятилетия, здесь особый, трепетный уход. Нельзя допустить попадания прямых солнечных лучей, влаги и резкого перепада температур. Ну, от моли мы вот в теплое время года просушиваем тканевые экспонаты, прожариваем на солнце и совместно с санстанцией обрабатываем специальными препаратами от моли. Великая победа и в то же время великая трагедия советского народа. Отдельно хочется рассказать про фронтовые письма. Каждый, прочитавший хоть одно письмо, не сможет остаться равнодушным. Это непричесанная история, понимаете? Потому что любое исследование, оно, так сказать, выстраивается по определенному канону, оно соответствует каким-то правилам, научным каким-то оборотам, терминологии и так далее. Письма писались искренне от души. Единственное, что могло повлиять на письмо, это то, что оно обязательно просматривалось цензурой. Никаких географических названий или цифр. Все, что казалось опасным, цензура вычеркивала. И люди вкладывали душу в эти фронтовые весточки, рассказывали о том, во сколько они встали или во сколько вчера легли, что сегодня был банный день и что они скучают по детям, женам, родителям. И внушали уверенность в победе находящимся в тылу родным. Любая вещь от фляжки до ложки – это история. Некоторые мы так никогда и не узнаем, но многие из них все-таки дошли до наших дней. Бывали ситуации, особенно в временном вступлении, когда больных, раненых, простите, было так много, что врачу приходилось выбирать либо прооперировать троих средних или легко раненых, или одного тяжелораненого. К сожалению, была и такая грустная статистика войны. И она рассказывала, что он был очень сильный человек, даже студентом подрабатывал, помощником молотобоица, то есть человек с такого богатырского здоровья, но после того, как он двое с половиной суток простоял у операционного стола и вышел буквально без сил. И на него умоляюще посмотрел тяжелораненый, с ранением в брюшную полость, молодой красноармеец. И он пересилил себя, сделал операцию этому больному и практически спас его, хотя это было уже за пределами его человеческих сил. Что мог подарить ему боец? Он подарил ему ложку, и эту ложку врач привез сюда, в Тирасполе, передала его уже вдова нам в музей. Работники музея понимают, насколько важно сохранить все эти предметы быта, одежду и вещи участников Великой Отечественной. Сегодня даже сложно объяснять, что такое кесет, что такое папиросная бумага, что такое самокрутка, что такое папироса, а не сигарета. Уже все это знаково, или, скажем, те же светильники, которые походные, сделанные из снарядных или из патронных гильз, все это штрихи времени. И они, в общем, наверное, как ничто другое, даже, может быть, больше, чем слово, больше, чем видео какой-то, подача, окунают человека в это время. Он проникается этим временем, становится его частью, задумывается, а это то, ради чего создается музей. Среди наград Великой Отечественной войны были нагрудные знаки для поощрения воинов тыла. Отличный пекарь и отличный повар. Вот, например, знак «Отличный повар» можно было получить за успешное приготовление вкусной и здоровой пищи в боевых условиях, за использование источников местных витаминов и зелени, и за быструю доставку горячей пищи и чая бойцам. На самом деле, походная кухня, это была не просто выездная столовая, а это своего рода был клуб, где солдаты собирались для того, чтобы перекусить, но самое главное – ощутить атмосферу мира. Я прямо проголодалась. Ты знаешь, так вкусно об этом ты рассказал. О, профессионал, но лучше расскажет Екатерина Алексеевичук. Она решила попробовать приготовить что-нибудь по рецепту пылевой кухни. Приятного аппетита! Семидесятую годовщину со дня Великой Победы ветераны традиционно встретят символично – положенными фронтовыми. В годы войны их неофициально называли 100 наркомовских граммов. Выдача алкоголя в 41-м была введена секретным приказом. С 43-го разбавленные до 40 градусов спирт получали только передовые части, ведущие наступление. Остальным до конца войны алкоголь полагался только в праздники, не чаще и 10 раз в год. Что же до продовольствия, то полевая кухня бесперебойно горячим обслуживала солдат, пока фронт был стабилен. Наряды на кухню, обычно нежелательные в мирное время, становились пределом мечтаний для военнослужащих. Впрочем, кухня должна была кормить солдат в любое время. Если окопы находились под практически постоянным обстрелом противника, то горячее питание доставлялось в термосах, чаще всего один раз ночью. Любая армия имеет все виды службы, в том числе интендантскую службу. И последние по довоенному времени нормативы для питания были утверждены еще как раз в мае 41-го года. И они были достаточно серьезно обоснованы. Привилегированные – это каши, это овощи, это мясо, рыба. И были разработаны различные нормативы для разного рода войск. Потом, конечно, эти нормативы уточнялись несколько раз в течение войны, утверждались разные нормативы. Их было не менее 12. Более сбалансированный, что называется, привилегированный рацион в те годы был у летного состава военно-воздушных сил. Любопытно, испытывают ли перебои в питании солдаты в мирное время. Служба службой, а обед по расписанию. Сегодня у нас есть уникальная возможность подглядеть, какой он рацион современного солдата. До трапезы есть еще примерно час, поэтому я очень надеюсь помочь, ну или помешать в приготовлении солдатского обеда. Его сегодня будут готовить для элитного воинского подразделения роты почетного караула. За глаза этот вип-караул называют паркетной, сувенирной и даже балетной ротой. Однако свой безукоризненный статус они практически нон-стоп отрабатывают на плацу. Соответственно, питание таких солдат, как и у подразделений спецназа, более усиленное. Им полагается вместо одной полторы нормы пайка. В роте почетного караула у них двойная порция, потому что как бы нагрузки больше, они целый день на плацу стоят, занимаются постоянно, они всегда должны быть в форме. Они все ребята высокого роста, поэтому у них питание более усиленное. Как вам кастрюлька супа на 40 литров, а если этих кастрюль не одна, а две? В третий уже подходит подливок пшеничной каше почти по-домашнему на противне. Томятся румяные кусочки мяса, овощной салат дожидается очереди и замыкает меню сладкий кисель. За вкус обеда отвечает одна из четырех мам. Так негласно называют дежурного повара. Помощники – суточный наряд и дежурный по кухне. Оперативности этим ребятам не занимать, это ведь армия. Солдатский нарастающий аппетит подгоняет их со строевой песней прямиком в столовую. На довольствии в роте стоит 112 человек. Меню солдат, вопреки расхожему мнению, весьма разнообразное и калорийное. Праздничное меню, конечно, не домашние изыски, но, говорят, с любимым вкусом. Ну, в основном, не очень-то отличается, потому что это армия, не детский сад. Ну, праздники стараются более любимые. Тот же суп гороху и макароны, которые они любят. Мясо идет уже порция больше, чем в такой день. Пользы на кухне от меня сегодня было мало, но, как видите, меня тоже не обделили обедом. Спасибо вам, ребята, и приятного аппетита. Сказать по совести, горячее оказалось отменным. Всего минут за семь солдаты мастерски расправились с содержимым тарелок, хоть и не положено, но не возбранялось подойти за добавкой. Правда, в этом уже никто не нуждался. Положа руку на сердце, современный солдат сыт. А сейчас Кицканский плацдарм, это еще и просто очень красивое место. Ведь отсюда, как на ладони, видны бендеры и террасполь. А еще вот тут подножье плацдарма проходят чемпионаты по мотокроссу. Вот именно здесь, смотри, какая трасса. Ой, какая трасса тут сложная. Я бы ни за что не рискнула. Не то, что на мотоцикле, даже на скейте отсюда спуститься. На самом деле, Анюта, очень лютый экстремал. 4 литра зеленки, бинты, и ты победитель. Нет, давай лучше доверим это профессионалам. Я на Огаево наблюдала, как тренируются экстремалы. Ну, тут круто. Экстремальный, яркий и зрелищный вид спорта – мотокросс. Именно на этой тренировочной площадке для многих он стал частью жизни. Как обычные любители мотоциклов становятся профессиональными гонщиками, узнаем прямо сейчас. Для этих спортсменов мотокросс не просто адреналин и даже не хобби. На тренировочной площадке они могут проводить несколько часов в день, хотя усталость чувствуется уже после 10-минутного заезда. Именно хорошая спортивная подготовка многим гонщикам дала возможность завоевать призовые места в различных соревнованиях Европы и показать хорошие результаты на чемпионате мира. В 98-м году я принимал участие в чемпионате мира, который проходил в Германии. В общей сложности было 200 человек. Потом через отборочные заезды на старт попало 40 человек. И у меня получилось 29-е место. Тренировки на хорошей трассе – это уже залог успеха. Высокие подъемы, крутые повороты и прыжки. Лучший результат на этой трассе – приезжал чемпион Европы и чемпион Дании, приезжал к нам, и он давал лучший результат на ней. Это было минута 47. Она расположена на естественном грунте. То есть тут все используются, все трамплины используются естественные. То есть вся трасса там на холмах, на подъемах, на спусках. Илья и Павел – самые юные спортсмены в школе. Тренируются они около двух месяцев, но уже уверенно держат руль в руках и смело набирают скорость. Еще несколько тренировок, и они будут осваивать преодоление препятствий по трассе. Я вообще-то часто падал. Бывало, что перевешиваю как-то на трассе. На самом деле на мотоцикле ездить не страшно. Это такие чувства, которые… Ну, их как бы не расскажешь. Это такие чувства, которые чувствуются только у себя там внутри. Алексей тоже занимается совсем недавно. Стоило ему один раз прокатиться на мотоцикле, и он сразу влюбился в этот вид спорта. Меня к этому тянет виду спорта. Сначала, когда я только сюда пришел, было очень страшно. Я думал, что у меня не будет получаться. Но потом со временем у меня все получилось. В этом спорте нет ограничений, поэтому есть куда расти. Тренеры не разрешают новичкам, даже тем, кто умеет ездить на скутерах, садиться на мотоцикл самостоятельно. На первых тренировках можно ездить только с опытным гонщиком, и то по ровной трассе. Но радует то, что научиться управлять этим байком можно за очень короткое время. Через два дня любой человек, который начинает тренировку с нуля, может научиться ездить по трассе. Но если человек желает научиться делать трюки, то в течение полутора недель он может этому обучиться. Если вы хотите заниматься мотокроссом, приходите к нам, и через две недели мы вас научим прыгать так же, как и мы. Уже сегодня можно увидеть лучшие заезды опытных гонщиков. Начнутся соревнования по мотокроссу недалеко от Кицканского плацдарма в 11 часов. Сегодня будут на соревнованиях принимать участие представители спортсмены-гонщики из города Кишинева, с Бендер будут участвовать гонщики, с Террасполя, с Бельц, представители с Кагула будут, с Камрата, с Рыбницы будут, с ПМР у нас еще, Григориополь. Ну вот не могу разгадать и все. А что ты делаешь? Вот скачал себе, да, кроссфорд, Приднестровский кроссфорд, я не могу разгадать. Ну давай, может, я попробую. Одно из самых старейших сел на территории. А Приднестровье? Ну да. А букв сколько? Семь букв по горизонтали, вот. Кицканы попробуй, по-моему, подходит. О, да, и подсказка вылезла сразу. Преобладает русское население. Точно. Ну точно Кицкан. О, круто, спасибо тебе огромное. А что это за странный такой сканворд с одним словом? Сам придумал. А, ты просто хочешь рассказать нам о Кицканах и не знаешь, как, да? Ну честно, я уже рассказал все, что знаю. Тогда слово нашему корреспонденту. Я еще знаю, что есть Кицканский монастырь здесь. Я там была. Я даже знаю, как туда добраться. Пошли. В шести километрах от столицы Приднестровско-Молдавской республики, города Тирасполь, между долинами реки Днестр и Ботна расположено село Кицканы. Основано оно во второй половине 14 века, а первое упоминание в документах появилось только в 1527 году. В 1859 году беглыми монахами из королевской Румынии был основан Новонямецкий монастырь, которому были переданы не только более 2000 гектаров лесных угодий, но и сами Кицканы. Покопавшись в просторах интернета, мы нашли две версии о происхождении названия села. Одна гласила, что Кицканы в переводе с молдавского «вкопанная в землю». Вторая утверждала, что Кицканы в переводе с румынского «землеройка». Ну а третью нам поведали местные жители. И она, пожалуй, в нашей тройке самая интересная и даже экзотичная с турецкими корнями. Кич и Каны переводится как «чашка и колодец». И действительно, если забраться повыше, то мы увидим, что село имеет форму чаши. Начнем осмотр местных достопримечательностей со стелы на Кицканском плацдарме. Месте, откуда в 1944 году советские войска начали выбивать врага с территории Молдавии. Только за участие в этих освободительных боях около 140 человек были удостоены звания Героев Советского Союза. И немалая часть из них были уроженцами Молдавии. И в 10 часов войска Третьего Украинского фронта перешли в генеральное наступление. В течение, можно сказать, суток-двое проваливают правильно оборону противника, окружили противника, значит, это самое, на юге Молдавии особенно. И взяли большое количество в плен, и 24 немецких генерала только было, и большое количество офицеров. Они сдались нам из-за того, чтобы уже не проливать кровь. И нам это лучше будет. Первоначальный проект монумента отличается от того, что мы видим сегодня. Ступеньки должны были уходить на противоположную сторону. Сейчас здесь склон, который зимой превращается в снежную горку, и жители республики с удовольствием проводят тут время, катаясь на лыжах и санках. У этого места есть даже неофициальное название – Кицковель. Но вернемся к проекту монумента. Ступенек должно было быть 1418. Одна ступенька – один день войны. Для сравнения, всем известная Одесская Потемкинская лестница имеет всего 192 ступеньки. Но рекорд не случился. От проекта отказались из-за угрозы наводнений. Также стоит посетить музей боевой славы села Кицканы, посвященный Яско-Кишиневской операции, находящейся в местном Доме культуры. В селе он появился в 1975 году. И, кстати, изначально экспонаты занимали залы колокольни Кицканского монастыря, о котором сейчас и пойдет речь. Вот мы у Кицканского монастыря, а встречает нас колокольня выше, которой нет ни в Приднестровье, ни в Молдове. Она состоит из пятиярусов. И что интересно отметить, что колокола из-за их немалого размера сначала подняли и установили, а уже потом вокруг них возвели стены. Для восстановления купола колокольни использовали пять килограммов сусального золота, а сама колокольня высотой шестьдесят семь метров. Да нет, тут же метров пятьдесят. Шестьдесят семь, точно тебе говорю. Ну, пятьдесят пять максимум. Денис, верь мне, шестьдесят семь. Так, давай мы с тобой не будем спорить, все-таки монастырь, а ты наденешь свою косыночку, и мы пойдем и посмотрим, что там внутри. Пойдем. Точную высоту колокольни узнать нам так и не удалось. Но на территории монастыря интересен каждый метр земли. Беседки, крыши которых украшают вырезанные из жести силуэты других монастырей. Маленькая часовня, где покоится епископ Доримедонт. И, конечно же, храмы. Давайте посмотрим на два самых главных храма в монастыре. Это Успенский, и в нем службы проводятся зимой. Он был построен в 1905 году, и выполнен он в греческо-византийском стиле. Посмотрите на эти тонкие, можно даже сказать, консервативные линии. А это Вознесенский летний храм. Был возведен в 1897 году и выполнен в исконно русском стиле, с его уютными округлостями. Запах ладана, величественные алтари и незабываемые фрески. Тут есть по-настоящему бесценные святыни. Это мощевик из Иерусалима. В капсулах с воском частички мощей святых великомучеников. Им от двух до четырех тысяч лет. А в центре частички креста, на котором был распят Иисус. Этот мощевик был передан в дар иерусалимским патриархам Кириллом 130 лет назад. История монастыря напоминает историю Приднестровья. В 1859 году в Немецком монастыре запрещают вести службу на церковно-славянском языке в пользу румынского. После чего группа монахов сбегает на территорию Бессарабии, которая находилась еще тогда в составе Российской империи, и основывают здесь Новонемецкий монастырь, где до сих пор ведутся службы на двух языках – русском и молдавском. Кицканский монастырь – это сокращенная версия названия. Полная свято-вознесенский новонемецкий. Он считается самым крупным архитектурным ансамблем страны. Строительство началось во второй половине XIX века и велось почти 50 лет. Живописная колокольня и каменный вознесенский храм – проект неизвестного петербургского архитектора. А в начале XX века здесь появились и другие монастырские постройки. Успенская церковь, семинария, часовня, трапезная, каменная кухня, библиотека и гостиница для паломников. Кстати, в большие праздники сюда съезжаются от 500 до 1000 православных. Что, лет 10 назад я сидел у себя в кабинете, нашел такой довольно интеллигентный, аккуратный человек, спросил, кто здесь старше, я говорю, ну, на данный момент я, в общем-то. Он говорит мне, я преподаю в Ковентри, в Англии, в университете, и совершил путешествие по Европе, и частью моего путешествия является как раз территория Приднестровья, и был я вот сейчас из монастыря. Фраза, которую он произнес, она меня потрясла и приятно удивила, потому что он сказал так, что, в общем-то, Кицканский монастырь – это один из самых красивых, самых смотримых монастырей в Европе. Природа наградила Кицканы богатым естественным лиственным лесом. Когда именно в пойменной зоне начали расти деревья, точно сказать сложно, но, по некоторым сведениям, случилось это 100-150 лет назад. Вот такое интересное место находится всего лишь в 20 минутах езды от Тирасполя с богатой историей и красивой природой. Так что не сидите дома, одевайтесь и вперед в Кицканы! Действие романа, о котором нам сегодня расскажет Александр Зиненко, происходит в то же время, что и Яско-Кишневская операция, в 1944 году. Но герой этого романа – немецкий солдат. «Время жить и время умирать» – десятая по счету книга «Ремарка». Она вышла в 1954 году после триумфа книг «Триумфальная арка», «Три товарища» и «На западном фронте без перемен». Это антивоенное произведение было написано в годы миграции, когда у «Ремарка» отобрали немецкое гражданство. В то время эти произведения на его родине были запрещены. Нам кажется, что мы все знаем о войне. Все эти картинки, фильмы, рассказы. Мы думаем, затевая войну, мы защищаем то, что мы любим. Тех, кого мы любим. Но в действительности ее причиной является эгоизм. Безразличие, себелюбие, раздутые до размеров идеологии. Иначе откуда может появиться желание навредить другому человеку? Эрих Мария Ремарк прекрасно это понимал. Поэтому в романе «Время жить и время умирать» он доносит до читателя не вражду, не стремление к победе, а желание в другом человеке видеть себя. После двух лет на фронте с тяжелым грузом на душе немецкий рядовой солдат Эрнст Гребер возвращается с трехнедельным отпуском в родной городок. Он понимает, что меч, с которым фашисты пришли в чужие дома, уже занесен над их собственными головами. Попав на войну со всем молодым, он никак не мог понять ее и только знал, что надо слушаться чужих приказов. В свой короткий отпуск он надеялся снова увидеть жизнь, а наткнулся только на осколки прошлого. Все, что он знал и в нерушимости чего был так уверен, было уничтожено. Постоянные бомбежки сравняли его дом с землей. Родители пропали без вести, кругом завелась ложь, бюрократия и полное недоверие с крысиным оскалом. Лишь встречи с подругой детства Элизабет Крузе заставили его видеть в ночном небе мирные звезды. С войной в голове он всегда знал, из-за чего стоит умереть, но с Элизабет в сердце он впервые ощутил, ради чего стоит жить. Короткий отпуск сеет в молодом парне зерна смуты, сходы которой ему предстоит пожать, вернувшись в костлявые объятия прогнившей войны. Когда стала разгораться Вторая мировая война, фашисты начали активную пропаганду против писателя из-за его произведений. Они назвали его французским евреем, которых люто ненавидели, из-за того, что он сменил написание собственной фамилии с немецкого на французское. Они даже заявили, что его настоящая фамилия Крамер, что является обратным прочтением фамилии автора. Кстати, сменил писатель не только написание собственной фамилии, но и среднее имя в память об умершей матери, а не Марии. Так из Эриха Пауля он стал Эрихом Марией Ремарков. В фильме 1958 года «Время любить и время умирать» по роману автора, снятым Дугласом Серком, профессора Польмана играет сам писатель. Гребер посидел некоторое время на скамье. Она стояла у самого края воронки, вырытой бомбой. Он чувствовал слабость, полную опустошенность и даже не мог сказать, безутешна его печаль или нет. Ему просто не хотелось больше думать. Да и думать было уже не о чем. Он откинулся на спинку скамьи, закрыл глаза, почувствовал солнечное тепло на своем лице. Больше он ничего не чувствовал. Сидел неподвижно, спокойно дышал и отдавался безличному, утешительному теплу, которое не знает ни правых, ни виноватых. Потом открыл глаза. Все блестело и сверкало, словно после дождя. Во всем чувствовалась глубина и сила. Это было бытие. Бытие мощное, явное и открытое. Без вопросов, без скорби и отчаяния. Произведение «Ремарка» самым достоверным образом позволяет прочувствовать войну под кожей, осознать всю ее бессмысленность и никчемность. Они освобождают от ненависти к другим и показывают то малое, что осталось в войне человечного. Чтобы люди больше никогда для решения своих разногласий не обращались к ней за помощью. Это были 100 страниц романа «Время жить и время умирать» под авторством Эриха Марии Ремарка. Ставьте закладку, увидимся очень скоро. На этой неделе был еще один праздник, который мы просто не можем обойти вниманием. Мы поздравляли наших коллег. С Днем Радио! Сейчас вы увидите тех, кого вы обычно слышите. Екатерина Орлова отправилась к радищикам и узнала, как же они все-таки работают без камер. Ну как без камер? Вот как мы с камерами, так они и без камер. День Радио! Оставайтесь с первым радио. Немного смущаясь перед камерой, Анастасия продолжает прямой эфир. Впереди еще два часа работы. Обычный рабочий день. Несмотря на то, что для радищиков 7 мая – красный день календаря. Настя работает на радио уже полтора года. Ее голос ежедневно звучит на частоте 105 FM. Звукорежиссер дает отмашку, и ведущая снова в прямом эфире. Планы, продуманные заранее, не всегда осуществляются. Я даже не представляю, как это получается у тех людей, которые все записывают, обедают по часам, гуляют по часам, спят по часам. Но одно могу сказать точно, и это неизменно происходит в одно и то же время. Прямые включения каждые 10 минут. Волнения практически отсутствуют. Каждое слово произносится с улыбкой. На вопрос, помнит ли свой первый выход в эфир, Настя отвечает, что не забудет его никогда. Я ужасно волновалась. Вообще не знала, что со мной будет, когда я зайду в студию. И на самом деле мне очень повезло с коллегами. Они мне тогда помогли, поддержали. И если бы не их помощь, я сомневаюсь, что я вообще осталась бы на радио. Ну а эфир длится 3-4 часа, в принципе, когда как. Ну я имею в виду прямой эфир линейный, в котором я работаю сейчас. Линейный эфир без боев обеспечивает целая команда. Екатерина начитывает новости. На радио 1. В студии Екатерина Гончар. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Задача Татьяны – сводить музыку, включать микрофон и выводить в прямой эфир ведущих. Если это касается новостей, допустим, то да, это только от меня зависит. Потому что там точность, время. Если это ведущий, он сам рассчитывает, сколько ему нужно времени для текста. И говорит мне, за какое время до конца песни можно выйти на эфир. Я уже говорю, что подготовился, и мы не ходим по моему сигналу. Кстати, во время эфира могут возникнуть совсем непредвиденные обстоятельства. У меня как-то монитор погас совершенно случайно. Там была новость, которую нужно было именно прочесть. У меня погас. Ну, пришлось что-то с собой своими словами говорить. Ну, со стороны сказали, что никто даже не заметил. По ту сторону радиоприемника трудится целая команда. Профессионально и слаженно выполняют свою работу. Но что же происходит на самом деле в студии, когда вы наслаждаетесь музыкой? Ответ на этот вопрос интересен многим радиослушателям. За кадром происходит все. Мы разговариваем, мы можем и потанцевать, если нам песня нравится. Можем иногда и выйти из студии. То есть выпить чашечку чая нам, в принципе, тоже не запрещается. То есть мы такие же люди, как и все. Это не значит, что нам что-то делать нельзя или наоборот что-то нужно сделать. Мы самые обычные люди, которые также приходят на работу, также проводят здесь свой рабочий день. Просто наша работа несколько отличается от других. И о погоде. По информации Республиканского гидрометцентра, завтра ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Сегодня я нахожусь не в привычной для себя телевизионной звукорежиссерской студии, а в радийной. Именно здесь создается звуковая картина радиоэфира. Эта комната одна из самых важных. Ведь в отличие от телевидения, всю полноту художественного образа на радио можно передать только с помощью звука. Поздравляет всех ветеранов и жителей Приднестровья с праздником 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Звукорежиссер Игорь Казак – настоящий волшебник. Работает со звуком уже много лет. Записать голос и мастерски, обработать музыку для него не проблема. Некоторые проекты лучше выпускать вживую, то есть в лайф. А некоторые проекты сложные, они требуют все-таки постобработки. То есть, чтобы было записано заранее. И своеобразная обработка происходит. Поэтому не все можно сразу в лайф выпустить. Здесь вот бывают комбинированные вещи. То есть, что-то мы заранее подготавливаем, какие-то перебивки, какие-то джинглы, споты. И уже это комбинируем с прямым эфиром. Как распланировать прямой эфир, подобрать музыку, решают здесь. Тарас Александров – музыкальный редактор. Какую музыку вы будете слушать сегодня, решает он и программный директор «Радио 1». То есть, раньше когда-то диджеи действительно расставляли песни самостоятельно. Пользовались картотекой. И получается как? Допустим, если взять примером, то происходит это следующим образом. Я достаю отсюда карточку с какой-то песней. Я послушал эту песню, ставлю ее сюда. Следующая карточка. И вот перекладыванием вот так вот карточек создавался эфир музыкальный. Сейчас все это делает программа. Существуют все условия, применяемые для того, чтобы песни повторялись в определенное время. Чтобы эта песня, допустим, в это время не звучала. Чтобы звучала в другое время. То есть, это целая история. Это программа. Маркером на доске и синим по белому расписан план эфира. Межпрограммки, рубрики и многое другое. За качественной музыкой, веселыми эфирами и новостными сводками стоит целая команда профессионалов. Чтобы каждый радиослушатель ежедневно включал любимую первую волну. У нас коллектив из 50 человек. Каждый, кто работает на этой станции, приносит вклад, который очень сложно. Это не просто какие-то красивые слова. Сложно переоценить. Потому что радио – это механизм, в котором каждая мелочь имеет значение. Есть люди, которых просто не видно, но их работа от этого менее значимой не становится. Ребята с радио 1, которых вам не видно, всего лишь слышно, наверное, как и все люди творческих профессий, очень веселые и общительные. Они создают ваше настроение. Чтобы оно всегда было на высокой отметке, оставайтесь на 105FM. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. И если раньше в детстве мы дарили бабушкам и дедушкам сделанные своими руками открытки, то теперь мы можем сделать для них что-нибудь более практичное. Но все-таки вложить при этом туда частичку своей души и своего труда. А поможет нам в этом Оксана Матяш. С каждым годом людей, видевших Великую Победу своими глазами, становится все меньше. И единственное, чего хочется ветеранам, нашим бабушкам и дедушкам – это мира и заботы от родных. Сегодня я попробую немного облегчить жизнь своей бабушке и смастерю для нее переносной органайзер для самых необходимых вещей. Выбрала я ткани прочные, приятные на ощупь и не требующие дополнительной обработки краев, кожезаменитель для лицевой стороны и фетр для внутренней отделки. Также не лишними будут кусочки прозрачной ламинации и пришивная кнопка. Я сделала вот такую нехитрую выкройку, держа в голове все то, что обычно пожилые люди берут с собой, выходя из дома. Это самые важные документы, таблетки, дисконтную карту и, возможно, мобильный телефон. Кармашки в средней части я сделаю прозрачными. В них мы поместим семейные фотографии и необходимые контакты на экстренный случай. Итак, выкраиваем две большие детали, одну из кожзама, а другую из фетра. Отдельно выкраиваем кармашки, можно сделать их других цветов. В средних кармашках я прорежу два квадратных отверстия и закрою их изнутри пленкой для ламинации. Просто приклею ее универсальным клеем. Пришью к фетровой основе уже готовые кармашки, прокладывая только вот эти три горизонтальные линии. Остальные строчки сделаем, когда будем сшивать лицевую и изнаночную детали вместе. Теперь сострочим две основы вместе. Излишки ткани по краям обрезаем. Нам осталось только пришить кнопку и одарить свою бабушку частичкой своего внимания и заботы. Теперь все самое необходимое всегда будет под рукой, куда бы ее ни занесли ее, безусловно, очень важные бабушкины дела. Уважаемые телезрители, сейчас мы с Алютой расскажем вам, что такое РКИ. Это русский язык, как иностранный. Многие носители русского языка думают, что иностранцам русский преподают так же, как и нам, но они совершенно не правы. В том, что у иностранцев возникают вполне логичные вопросы. Почему нужно говорить три учебника, но пять учебников? Почему мы используем разные предлоги? Я иду из школы, я иду от учителя, я иду с урока. Почему мы используем разные формы глагола? Например, не покупай этот учебник и смотри, не купи этот учебник. Я искренне надеюсь, что наша рубрика «Говорим по-русски» поможет иностранцам быстрее освоить наш язык. Долго думала над тем, чтобы вам такого интересного рассказать, учитывая прошедший праздник. Решила, что уместно будет поведать историю появления оригинальных названий советского и российского оружия и боевой техники. Много тут всего интересного, скажу я вам. Считается, что традиция давать оружию символичные названия, исходя из его внешнего сходства с тем или иным предметом, относится еще к 16 веку. Именно тогда армейское вооружение пополнилось гранатами. Собственно, название этим взрывчатым боеприпасом было дано как раз из-за внешнего сходства со знаменитыми плодами гранатового дерева. И по форме похожи, и разлетающиеся осколки напоминают зерна. Подобная история относится и к лимонке. В действительности, наименование моделям различных типов и видов вооружений дают в соответствии с определенными традициями и закономерностями самые логичные аббревиатурные названия. НОНА, например, «Новое орудие» наземной артиллерии. Еще называют в честь создателей. Российский боевой танк Т-90 носит имя Владимир. Он был создан при непосредственном участии конструктора Владимира Поткина. Но есть и весьма оригинальные названия. Здесь уместно будет говорить о военном юморе. Например, тяжелая огнеметная система называется «Буратино». Прибор ночного видения – «Маугли» или ручной огнемет «Бородач». Или вот еще свето-звуко-шумовая граната многократного действия именуется «Экстазом». И это лишь малая часть всего арсенала. Среди названий оружия можно встретить и многочисленные имена. Мария, Татьяна, Ольга, Людмила и хорошо известная всем «Катюша». Есть две версии появления такого прозвища этой установки реактивной артиллерии. По названию песни «Блантера» она стала популярной перед Великой Отечественной войной. Знаменитую «Катюшу» распевали все вокруг. С другой стороны, название может быть связано с индексом «К» на корпусе миномета, который выпускали на заводе имени Коминтерна. Есть и еще парочка другая фронтовых легенд, но как бы там ни было, это название прижилось и стало широко известно. Наступает время самой любимой нашей с Анютой рубрики «Паскриптум». Любите ли вы ошибаться так, как любим делать? Это мы? Ну что делать, если так? Ну, я молчу. Доброе утро. Здравствуйте. Нормально, тоже. Раз, два, три. Эта комната, эта комната, эта комната, да опять комната. Я сказала комната. Бла-бла-бла. Эта комната. Раздутые до размеров, давай еще раз. Хоть пользу на кухне. Блин, я не проживала, сейчас. Немцы ждали, что советские войска нападут с жирью. Это другая польза. Локти довели пальцем. Плачет за окном. Тихо. Вот, а что такие слова дать? Это самые важные документы, лекарства, ух, где-то там еще. Я правильно говорю, да? Еще разок. Сегодня я нахожусь не в привычной для себя... Что это такое? Не в привычной для себя... Не в привычной для себя телевизионной звукорежиссерской студии Аврадиной. Сегодня я нахожусь в непривычной для себя телевизионной... ...звукорежиссерской студии Аврадиной. И черт! А, забыл. Сострочим две снанные детали вместе. Вместе. Что я не говорю, какой-то бред. Надеюсь, ты это не снимал. Мы хотим еще раз поздравить вас с праздником Великой Победы. Благодарим вас за мир. С вами были Артем Мазур и Анна Бугаева. Увидимся с вами ровно через неделю. Счастья, здоровья, до свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»